Хорошо знакомый многим мытищинцам белый шатёр раскинулся на площади перед дворцом культуры Яуза. А это значит, что товары народного потребления всю неделю будут сметаться с прилавков придирчивыми покупателями. Вся продукция соответствует ГОСТам, также у нас проверяет непосредственно Роспотребнадзор, всё соответствует нормам. Свою продукцию на ярмарке представили российские производители. 15 мытищинских предпринимателей ждут своих покупателей. Без белорусских продуктов, которые пользуются особой популярностью, не проходит ни одна выставка-ярмарка. Фермерская мясная продукция из Бреста удивит покупателей и ценами, и качеством. А те, кто мясу предпочитает рыбу, смогут купить дальневосточный лосось, ментай, навагу, а также филе трески и пикши – мурманского рыбокомбината. Магазин привозят много, а у нас прямо прямая доставка понемножку привозят, всегда свеженькая. Вот на все ярмарки, где мы ездим, где мы работаем, всем нравится качество нашей рыбы, потому что у нас прямая доставка из Мурманского и Дальнего Востока. За натуральным абхазским мёдом уже не первый год приходят покупатели к этому прилавку. Более 35 лет семья Нина Макаренко держит пасеку и занимается продуктами пчеловодства. За качество мёда и цены потомственный пчеловод ручается. У нас даже ниже цены, потому что своё хозяйство, у нас нормальные цены, доступные цены. Пенсионерам скидки делаем. Кроме продовольственных товаров, на ярмарке можно приобрести одежду, обувь, как взрослую, так и детскую. Есть тут сувенирная продукция, игрушки и, что немаловажно, хорошие книги от издателей. В преддверии майских праздников и концу учебного года школьные энциклопедии и сказки с красочными иллюстрациями могут стать замечательным подарком детям. Что касается подарков, то и тут организаторы постарались. Ярмарка тематически приурочена к майским праздничным гуляниям. То есть это мир, труд май. То есть будут производиться в неделе тематические розыгрыши, подарки, сувениры, конкурсы. То есть аниматоры будут работать всю неделю. Посетить ярмарку можно, начиная уже с сегодняшнего дня и всю неделю до воскресенья включительно. Дарья Линска, Денис Корнев, информационная программа «День».